Вот, чтобы вы поняли силу и мощь обратной связи, значит, сейчас во многих телевизионных передачах в радио, которые там русское радио, русское видео, русское золото, сами понимаете, чье оно на самом деле, значит, там обратная связь в чем заключается? А радиослушатели все время их вызывают на диалоговый режим. На телевидении это режим прямых звонков, на радиостудиях тоже режим прямых звонков. Это что? Приковать внимание, это позволяет более жестко управлять этими людьми, держать их это, ну, образно говоря, на кукане, на поводке, все, обратная связь, приковал уже. Значит, ну вот она еще раз, объект управления, субъект управления, результат и обратная связь. Вот вам, пожалуйста, значит, что делают эти компьютерные игры, которые позволяют ошлять более глубокую зомбификацию, чем это делает телевидение. Но и в телевидении, как я уже сказал, эта зомбификация сейчас усиливается так называемыми прямыми звонками в прямой эфир, опросом общественного мнения. Вот этот опрос общественного мнения, кроме зомбирования, он еще и выполняет функцию тестирования. То есть, а что народные массы, что они понимают, что они не понимают, поэтому-то вот голосование за всякие там, на ринге, мы с вами говорили, Соловьев там к барьеру ведет. Во-первых, о суде, кто там эти сидят, а потом они смотрят, ага, сколько предпочтения дает высказывание того или иного недоумка, который участвует на этом ринге. То есть, ага, значит, можно и дальше лохотронить, то есть, они ничего не понимают. Но это с одной стороны. А с другой стороны, особенно во время избирательных кампаний, вот эти опросы общественного мнения, они программируют людей на принятие определенного решения по отношению к кандидату. Как это делается? Ну, например, шансы у многих равны, идут там пять человек. Но рейтинг все время, причем с опросом общественного мнения, этот опрос, как говорил Остап Бендер, делается в Одессе на Малой Арнаутской улице. То есть, можно сделать там, значит, высвечивает вам по экрану, за этого проголосовало 20, а за этого 5. А вы проверите, что ли? Это делается нажатием кнопки на компьютере и все эти рейтинги. Значит, но можно что сделать? Спрограммировать. Вот вам надо, чтобы этот выиграл, да? Поэтому вы ему с самого начала говорите, вот у этого рейтинг там 80%, а у этого что там, 1-2%. И так, день вам показали, 2 показали, 3 показали. И все даже, которые хотели голосовать, вот мужик-то дело говорит, но у него же 1%, он все равно не победит. Поэтому, либо я вообще не пойду за него голосовать, потому что правды нет. А остальные говорят, а что, я лучше вот за этого, по крайней мере, уж там, Зюганов, вот у него хоть какие-то проценты там. Вот как делаются это, рейтинги, то есть программируют поведение людей. Где мы с вами это проходили? Мы проходили в достаточно общей теории управления. Управление вероятностными предопределенностями, бесструктурное. Я оказываю такое воздействие на множество людей, информации, соответствующего характера. Я не говорю им, голосуйте за этого. Но я даю в такой упаковке информацию, что все вероятностно-предопределенности делают то, что мне надо. Все. Ну, то есть это фактически то же самое распространение слухов. Этот самый рейтинговый. То есть этот самый, он умный, все там. За него много, за него все. Поэтому телевидение, это страшный инструмент зомбификации по всем вопросам. Ну, я еще говорю, это вот с одной стороны. А с другой стороны, когда вам надо изучить общественное мнение, вы наоборот можете, а можете совместить. Можете себе откачать правду, да? То есть то, что мнение народа. А народу дать то, что вообще они не должны знать и не должны понимать. То есть решить две эти задачи одновременно. Узнать истинное настроение людей, но дать им такое, которое программировало бы их на решение тех задач, которые вы поставили перед собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова